Всем привет! Меня зовут Ольга Килина. Я детский художник-иллюстратор. Я проиллюстрировала несколько книг для издательства Роббинс. О них я вам сегодня немного расскажу и покажу во время нашего мастер-класса. Я приглашаю вас сегодня со мной порисовать звездного котика, спящего на Луне. Сегодня мы будем рисовать котика, спящего на Луне. Вот такого котенка. Это не просто котик, а звездный котик. Для рисунка нам понадобится простой лист бумаги, альбомный белый, простой карандаш, несколько цветных карандашей. Можете рисовать фломастерами, цветными карандашами или красками. Но я выбрала карандаши. По сути, нам нужно будет три цвета. Желтый, синий и черный. Но если у вас еще есть фиолетовый, голубой и какой-нибудь там оранжевый или оттенок желтого, то это хорошо. Если нет, то и не нужно. В принципе, этот рисунок можно нарисовать вообще одним цветом. Как вам будет интересней. Прежде чем начать рисовать, я бы хотела рассказать вам, откуда родилась вообще такая идея. Звездный котик, спящий на Луне. Мне кажется, после того, как вы нарисуете этот рисунок, можно будет его повесить над кроватью. Если вдруг вы проснетесь, если вам приснится какой-то плохой сон, или наоборот, вы не сможете долго заснуть, вы можете этому котенку рассказать все, что вас тревожит. И тогда он вам пришлет самые добрые сни. Рисунок, несмотря на окажущуюся сложность, на самом деле очень простой. Он состоит из кругов и звездочек. Звездочки – это дополнительный элемент, который будет на коте. А круги – это все, из чего состоит рисунок. Я знаю, что вы точно умеете рисовать круги, квадраты и треугольники. Круги мы видим вокруг себя. Это и чашка, если посмотреть на нее сверху, и тарелка, и колесико, и мячик. Круги нас окружают. Если вы не чувствуете в себе какую-то уверенность, то можно потренироваться рисовать круги на отдельном листике бумаги. Они не должны быть ровные. На самом деле нарисовать ровный круг очень сложно. Но и нам это не нужно. В природе очень мало идеальных форм. Поэтому мы будем рисовать круги так, как мы умеем. Итак, сначала нам нужен общий, самый большой круг, а именно луна. Точнее луна, мы знаем, что она круглая. Но нам нужна ее часть, полукруг, это месяц. Итак, мы берем простой карандаш и в середине листа намечаем себе круг. Рисуем очень легко, не давим, потому что в дальнейшем мы сотрем эти линии. От этого круга мы отделяем часть, как мышка съедает кусочек сыра, выгрызает его изнутри, так мы выделяем часть луны. Это будет наш месяц. Нам нужно, чтобы месяц лежал. То есть мы не рисуем месяц, как буква С, мы не рисуем месяц в обратную сторону. Нам нужно, чтобы месяц был как кроватка, как колыбель. Вот так же уютно на нашей колыбели луны будет лежать котик. Дальше мы рисуем еще два круга. А именно, голову котика и тело котика. Точнее, тело котика это будет овал, а голова круг. Итак. Ближе к верхнему рогу луны мы рисуем голову. И потом очень легко мы можем даже не дорисовывать низ овала, потому что низ овала это как раз основание луны, которое мы уже нарисовали. То есть тело у нас котика, туловище, будет лежать внизу. Поэтому нам сверху достаточно нарисовать одну дугу. Дальше мы рисуем третий круг. Это лапка. У котиков лапки не такие, как ноги у людей. У них есть достаточно круглая верхняя часть ноги и достаточно продолговатая нижняя часть ноги. К этой лапке мы присоединяем такую колбаску. Еще один овал. И вот в этом овале уже рисуем еще три маленьких кружка. Это его пальчики. Что у нас осталось? Смотрите. У нас из трех больших кругов и трех маленьких и одного овала вытянутого уже получилась голова, тело и ножка котика. У нас осталась еще одна лапка у котика, которую он свесил. Свесил с луны тоже продолговатый овал. Мы точно так же рисуем три кружка пальчики. Еще одну лапку котик подложил под голову. Как мы с вами подкладываем под голову ручки, когда ложимся спать. Точно так же рисуем пальчики. И у нас остался хвостик. Хвостик мы можем рисовать в любую сторону. Он у меня висит. Но вы можете рисовать хвостик, который торчком. Хвостик может лежать, перекрывать вот так вот лапку. посмотрите, как вам интереснее, как вам удобнее. Рисунок это все же творчество. Вы можете в любом уроке менять какие-то части тела, направления, добавлять свои детали. Например, может быть, кто-то захочет дорисовать котику бантик. А может быть, и нет. Что у нас еще осталось? У нас остались ушки. Ушки это простейшая форма, треугольники. Вот у нас два ушка. И так как котик у нас спит, у нас будут закрытые глазки. Закрытые глазки это полукруги. Вот такие дуги. Носик, рот, тоже дуга такая же как и глазки. Котик у снято очень хорошие сны, поэтому он улыбается во сне. Мы можем наметить щечки и бровки. По сути, наш основной эскиз готов. Я бы в этот момент еще наметила круги и полукруги на Луне. Это кратер Луны. Лунные кратеры. Мы их можем увидеть с Земли. Это такие пятнышки серые, обычно темно-серые, которые мы видим на Луне. И я бы наметила несколько звезд, которые будут на котике. Это звездный же котик. Может быть на хвосте. Если вам тяжело или сложно нарисовать звездочки или пока вы еще не умеете делать, то можно нарисовать вот просто такие маленькие точечки. Потому что нам с Земли звезды выглядят как кружки, как точки на них. На моем рисунке, я думаю, как и на вашем образовалось очень много лишних линий. Потому что мы делали построение рисунка. Поэтому лишние линии, которые вы точно знаете, что вам не нужны, которые вы не будете закрашивать, лучше стереть. Конечно, если вы рисуете фломастерами, то линии простого карандаша не будут видны на вашем рисунке. И если вы рисуете краской, например, гуашью, но если вы рисуете акварелью, то лишние линии будут приступать у нас на рисунке. В принципе, в этом нет ничего страшного, но так будет выглядеть более аккуратно. И приступим к нанесению цвета, то есть разукрашиванию. Мы говорили с вами о том, что возможно вам захочется дополнить свой рисунок каким-то деталями. О чем я говорю? Например, у меня есть такая книжка с коровой, называется «Читаем малышам». На обложке коровы, лежащие на месяце. Что мы видим? Корова лежит на подушке, она накрыта одеяльцем, да, одеяло стегано, у него очень много деталей, а на ножке корова держит ночник со свечкой. или вот книга «Бая-баяньки» «Колыбельные песенки». Песенки перед сном. Опять же, малыш спит на покрывале, но у нас есть для этого луна, которую мы нарисовали, но он держит в руках зайку, рядом с ним лежит погремушка и бутылочка с молочком. Можно дополнять свой рисунок деталями. Вот, например, на этом развороте книжном у нас спит семейство мышат и у мамы мышки вот такой ободочек с цветочком, у маленького мышонка маленькая шапочка. Мы вернемся к нашему котику и будем наносить цвет. Есть такое правило, которое вам поможет рисовать лучше. Оно очень легкое и быстро запоминается. Все, что находится сзади предмета или под предметом, рисуется в первую очередь. Главный предмет рисуется в последнюю очередь. Так мы достигаем объема в рисунке. У нас котик лежит на луне. Луна находится немного позади него. Котик у нас является главным персонажем, поэтому в первую очередь мы начинаем штриховать луну. Итак, начнем с луны. Я беру желтый карандаш и начинаю штриховать. Зарисовывать. На самом деле вы можете не штриховать в одну сторону, вы можете рисовать карандашом так, как вам удобно. я обхожу намеченные кратеры. Потому что они у меня будут другого цвета. Если у вас нет другого цвета, ничего страшного. Вы тоже обходите намеченные кратеры, если вы их нарисовали. Потому что в дальнейшем мы просто сделаем контур. У меня осталось очень много дополнительных линий, которые я рисовала. Они меня немного отвлекают. Я их оставила, чтобы вам было лучше видно контур. Сейчас они мне очень нужны, потому что я нанесла цвет. И цветом мы все выделяем. Поэтому я могу их стереть. какие-то кратеры, какие-то дырочки у луны мы можем вообще не закрашивать. Так будет казаться, как будто котик лежит на луне шире. Но смотрите, все на ваше усмотрение. Теперь я беру более темный оттенок желтого и начинаю закрашивать кратеры. В своем рисунке я закрашу кратер, не буду оставлять пусток. Точно так же я штрихую в разные стороны. Так рисунок будет выглядеть более живым. желательно конечно прокрашивать все места, которые у нас остаются. Пустые места на луне. Так с луной мы пока что на этом этапе закончили. Теперь этим же желтым карандашом я рисую звездочки, которые будут на теле у котика. Это звездочки в моем случае и точечки. Возможно это просто точечки в вашем случае. Тут мы все делаем по желанию. Теперь приступим к штрихованию самого тела котика. если у вас есть светлый синий карандаш и тёмный синий карандаш это хорошо. Если нет, то ничего страшного. Мы можем взять один карандаш и начать штриховать полностью тело. Единственное, нужно учитывать, что у нас тёмно-синий цвет, скорее всего, если у вас такой же тёмно-синий как у меня или темнее, он с одной стороны нам хорошо, он будет прикрывать наш карандашный контур, с другой стороны нам нужно рисовать им легко, не сильно надавливая на бумагу, чтобы наш контур остался. Наша главная цель сейчас заштриховать всё тело котика. Пока мы штрихуем, я вам расскажу об особенностях работы детским иллюстратором. Меня часто спрашивают, как рождаются идеи для рисунков. Что касается книжной иллюстрации, когда мы иллюстрируем книги, конечно, идея для рисунков отталкиваются от текста или от стихов. Вот, например, все книги, которые вы видите на столе, все стихи к этим книгам написал Евгений Сосновский. Как происходит работа? Мне дают стихотворение, я читаю и придумаю на это стихотворение образы. Образы, конечно, могут быть абсолютно разными. Это может быть волшебный котик, как котик, которому мы сейчас рисуем. Это может быть и человечный котенок, котенок, который будет ходить в футболочке, в шортиках. Вот у меня есть книги по в банке, мама кошечка с ребеночком. Мама кошечка в платье или вот зайчата, мама зайка в платье, зайчонок тоже в пижамке, белочка мама в платье и бельчонок в пижамке. То есть это могут быть очеловечные образы. А могут быть образы, как в книге «Голоса животных», настоящие. Ну вот, например, тут настоящий кот, который лежит практически в такой позе, как мы сейчас рисуем. Но это настоящий котенок, который улегся на кресле. Да, и вот рядом с ним настоящая собачка. Или вот лошадки и барашек. чуть отвлеклись. Я вам даю время поштриховать без меня. Потому что я это делаю достаточно быстро. у вас, конечно, штриховка кота займет более продолжительное время, чем делает и я. Скорее всего. И это нормально. Так, что мы видим? У нас есть теперь синий пятно и желтый пятно. Теперь нам нужно же как-то вернуть на место наши лапки, голову и глаза. Для этого мы берем черный карандаш и поверху обводим. Нам очень важно в нашем случае не закрасить линии. Выделяем ушко, выделяем голову, второе ушко. просто вот обводим по контуру, который у нас был. Спящие глазки два полукруга, носик, овал, рот, бровки, вторая лапка, которую котенок свесил. Можно выделить животик. Наша ножка круг, верхняя часть ножки, бедро. хвостик и полукруг спинка. Вот у нас получился такой красивый котик. Что еще мы можем с ним сделать? Мы можем ему придать немного объема. Для этого нам нужно по контуру синим карандашом уже более сильно нажимая. То есть, если до этого мы легко приховали, легко нажимали на карандашик, то теперь мы нажимаем на карандаш со всей силы. Мы по контуру звездочек рисуем такую вот обводку. и от нее также сильно нажимаем рисуем более плотную штриховку. Более плотную штриховку нам нужно будет сделать и по контуру ножки и на животике. Представим, как будто у нас есть толстый карандаш с очень очень толстым наконечником. И как будто мы обводим этим толстым наконечником наши линии. Между лапок у нас очень темное место должно быть такой треугольничек. Темнее место у нас будет где у нас голова соединяется с телом. Темное место но уже не такое широко у нас будет под головой котика на лапке. внизу лапки бедрышка и внизу хвостика. у нас на хвостике есть еще звездочка у меня я не знаю нарисовали вы или нет но у меня на хвостике есть еще несколько звездочек которые я забыла вести так хотелось мне начать штриховать темно придавать объем и и посмотрите когда мы усилили тени когда мы сделали более плотный рисунок по краям нашей обводки то есть вот по краям изначального рисунка который мы нарисовали потом вели черный черный мы сделали более темный рисунок карандашом или фломастером у нас тут же появился объем и котик тут же стал объем это очень простой прием ничего нет сложного мы нарисовали контур и по кругу этого контура мы затемнили места можно взять карандаш другого цвета более темным вот например есть фиолетовый карандаш который темнее чем синий и прям поверху синего карандаша еще провести фиолетовым почему фиолетовым мы привыкли видеть ночь темно-синий но на самом деле у неба есть очень много оттенков небо вечернее может быть и красным и зеленоватым и розовым и оранжевым и вот этим же фиолетовым цветом или если у вас есть розовый или красный цвет мы закрасим треугольнички в ушах и я еще намечу вот такие фиолетовые щечки у котика если хотите вы можете своему котенку нарисовать реснички я заметила что у нас еще осталось по контуру прорисованная нижняя лапка мы прорисовываем не полностью все контуры по кругу да скорее всего чаще всего мы прорисовываем одну часть контур именно так создается объем потому что объем это сочетание тени и света какая-то сторона у нас должна быть светлая какая-то темная темная светлая темная светлая и наша луна осталась у нас такой получился объемный котик а луна у нас осталась не такая объемная вы можете нарисовать по контуру вы можете по контуру точно так же ее обвести черным давайте вместе с вами отведем чтобы она у нас была более выразительной если вам не хочется по контуру обводить длину черным то вы можете этого не делать она может остаться у вас светящийся во время рисунка я думаю как и вы я привыкла вертеть лист бумаги некоторые говорят что это неправильно но я считаю что рисовать можно так как удобнее просто сейчас я этого не делаю чтобы вам было удобнее смотреть не стесняйтесь рисовать так как вам нравится не стесняйтесь рисовать так как вам хочется рисунок это всегда то что вам помогает улучшить настроение справиться с какой-то своей небольшой проблемой то что вам приносит удовольствие поэтому рисуйте всегда в удовольствие так как вам хочется вот у нас получился такой замечательный звездный котик если вам хочется чтобы у вашего рисунка был фон его советую взять голубой карандаш или может быть розовый или может быть светлый фиолетовый но мне нравится рисунок на белом фоне потому что наш котик и есть ночь он ночной в звездочках темно-синий лежит на луне и видит прекрасные сны я надеюсь вам понравился наш урок я буду рада если вы пришлете мне рисунки которые у вас получились хорошего вам вечера и добрых вам снов и у Продолжение следует...